Сегодня у нас презентация и представление о книге Псков нашего детства. Эта книга вышла в серии «Город нашего детства». Первой книгой была «Арбат нашего детства», которая находится в нашем фонде, потом «Москва нашего детства», которая не находится в нашем фонде, и «Слов нашего детства», которая будет находиться в нашем фонде. Вы знаете, книгу создал очень многим вам известный человек это владимир владимир кодрисов писатель издатель лауреат национальной премии культурное наследие и директор первого частного музея наверное псковской области самолба музей по истории экспедиции по истории поиска места ледового покоища которая проходила там в конце 50-х начало 60-х готов ну что еще можно сказать вообще книга конечно для нас огромный подарок я думаю что это лучший подарок дни города с которыми я вас всех вас поздравляю для библиотеки для города вообще книга основана на архиве отца владимира александровича александровича потому что это имя тоже вам очень многим знакомым и фотография александровича мы уже видели у ильи сёмина когда-то он выставлял на своих фестивалях но вот теперь эти все фотографии собрались в книгу я думаю что это правильно потому что книга это память это вечно и я думаю что эта книга встает в один ряд с книгой вот ольги о шапуне которая там на выставке народное зодчество пскова или ее предчувствия аспегальском а юрий палыч и со многими и она как бы вот наверное продолжает здесь все книги которые изданы о пскове владимиром александровичем продолжает вот обаяния псков обаяния пскова нам не хватило его теперь вы посмотрите это просто замечательный человек можно сказать настоящий пскович владимир не многие москвичи так любят главное понимают псков ну вот пожалуй все остальное там наверно расскажет нам автор и создатель владимир александрович добрый день друзья мои я во-первых хочу вас всех поблагодарить что вы выбрали время увлекательный день города прийти сюда такую хорошую погоду оказаться вот таком зале и поздравить конечно вас всех днём я вам расскажу немножко у нас историю возникновения вот этого этой книги и историю появление серии город нашего деда который будем продавать дело в том что отец фотографировал так самого детства по его рассказам первый фотоаппарат он получил подарок от своего отца трехсотлетию дома роман то есть в тринадцатом году аппарат был достаточно большой редкостью дед был популярным известным российским журналистом мог себе позволить сделать сын такой подарок и вот отец с того времени фактически снимал даже во время войны когда были фискованные аппараты разрешалось предварить фотосъемки отец с ящика и объектива взял такой фотоаппарат и снимал поэтому у меня на предупреждениях хранили все фотографии подбитых немецких танков под москвой сами знаете какие но в основном его талант конечно развернулся пятидесятые скорее начали пятидесятых в конце сороковых в шестидесятых году умер в семьде втором году возрасте 70 лет а 2002 году к его столетию я подготовил фото выставку которая прошла пушкинском музее в москве назывался на гибель арбата она рассказывала о районе и приходилось как раз на тот момент когда вот исчезали вот эти вот арбатские переулки вот эти кто москву знает и помнит того времени особняки собаки площадка большая молчанка и период то есть это те переулки в которых была вот такая сантормянское предместе москвы аристократический район который потом эти особняки были привыкли на коммунал и и вот когда настроился новый арбат весь этот район практически полностью один цел такую фото летопись этого времени то есть зафиксировал сами эти дома уничтожаемые переулки сады и дворы то что как раз характеризовал москву как большую деревню потому что я помню что у нас там у соседей морковка водокнами росла это был самый центр москвы отопления было вот это еще делать если построили нового арбата вот тогда мы вы сделали воду фото гости которая называлась гибель арбата ну надо сказать так что меня часто спрашивают кто был отец по специальности знаете отец специальности не имел я имею ввиду профессионалом он не был ну исходя из того что он не получил высшее образование практически гимнозем не сумел закончить пытался поступать уже двадцатые годы института но всего дворянского происхождения и вот отсюда дворя и в общем работал он макетчиком художником работал но все время фотографировал всегда говорю что у меня не профессионал фотограф полюбитель ну наверное это не играет роль потому что когда я потом понял что макетчик фотографируется невозможно это либо знаете как вот музыкальный слух его тоже вот он может быть а может не будет также видимо вот это вот визе не человека через так сказать объектив и представление того что получится потом на изображении это тоже видимо такое же чувство как ощущение музыкального вот так вот мне кажется потому что я достаточно много работал в различных дурналах и работал с очень многими фотографами я знаю что действительно есть потом как никогда нигде ничему не уверен никогда никакого образования мужчины только не видят и видят так как не видит человек который там допустим многими степенями вот это вот ощущение было и вот выставка в 2002 году гибель арбата резонанс она имела огромный тогда арбатом еще как-то интересовались и ко мне обратились комиссия по издательству программа москвы с просьбой выпустить книгу посвящая по этим вот мы такую книжку сделали вышла она в 2006 году в издачестве мосархива причем книжка была тут жанра и кезла куда по всей видимости от альтурская программа подарок основном использовал потому что нигде в магазинах я ее так и не увидел но нерешительно тогда не нравилось себя упражнение я как-то хотел бы ее видеть и вот прошло уже с тех пор достаточно много лет мы решили возобновить издание книги вот арбат нашего отца я получил от отца наследство как мне представляют представлялась некоторое время назад архив который составлял примерно 80 тысяч негативов причем очень многие из этих материалов был определенный жанр такой это был была природа и очень много фотографий связанных с архитектурой и историей россии и среди этого была огромная коллекция связанная с москвой с арбатом и вот нам удалось сделать книг как раз который находится с арбат нашего детства художником этой книги была моя дочь она профессиональный полиграфист юлия патрицева макет получился удачный книга вышла в 2015 году и в общем она сейчас уже практически издана второй раз успех определенный был и мы решили продувать потому что одна когда я работал искал фотографии с арбатом я обнаружил огромное количество фотографий москвы пятидесятых шестидесятых годов причем не только с уничтоженными ныне памятными местами для москвичей и гостей столицы но и с теми местами которые потеряли ту видовую привлекательность которая была у них в те годы высокие какие-то дома бетон на них застроили они изменили ландшафт они изменили вот этот прицелительный ландшафт в основном конечно и все это начало изменяться изменяться часто не в лучшую сторону вот нам удалось тогда выпустить книжку которую мы уже назвали вот это как раз первое издание книги об от нашего детства она суть не имела определенный резонанс она была признана лучшей книгой 2006 года вот я считаю что все таки мы ватарпад этот сделал сейчас лучше но мы не вставляем никакие конкурсы и вот возвращаемся к москве нашего детства когда мы сделали москву то действительно она уже имела совершенно облучительный успех у нас была замечательная презентация в крупнейшем книжном магазине москвы которые то же самое название москва презентация прошла совершенно блестяще с огромным количеством народа сейчас практически тираж этой книги полностью ухерпан мы собираемся сейчас готовить печать и уже второй тираж с некоторыми изменениями и дополнениями и вот тогда нам пришла в голову идея на основе того какого-то материала который есть у меня в виде негатив подготовить серию которая будет называться город нашего детства вот первая книга город нашего детства это была москва а вторую мы собирались сделать был такой такая альтернатива ленинград нашего детства или подмосковье но поскольку у меня достаточно тесные и близкие связи с городом псковом то по многописным просьбам трудящихся меня попросили сделать книжку скотность поэтому вторая книга в этой серии это скот нашего детства я говорю сознательно сказать вторая книга почему потому что арбат это был своего рода пилотный проект который мы не предполагали что он потом будет тиражироваться в таком направлении а арбат нашего детства это на нем отработан был макет этой книги отработан так сказать сетка и в общем так сказать она оказалась удачной она практически без изменений у нас курсируют от издания к изданию вот все это делается по одной схеме по одной сетке вот она сохраняется но арбат это не город как вы понимаете это достаточно знаковый район для москвы для москвичей но это не город а поэтому первая книга москва нашего детства вторая книга это псков надо сказать что вы знаете вот сейчас как-то люди вот так ездят быстро там сегодня они здесь завтра там а 50-е годы в общем было достаточно дорогое и непростое удовольствие потому что дом колхозник и не лучше это место для творческой деятельности хотя интересное конечно и смысле общение там происходит всякие ситуации но тогда попасть например отец вот например мой впервые оказался в пскове в пятьдесят девятом году то есть вот те фотографии которые мы вот с вами видим они все сделаны начиная с пятьдесят девятого года и фактически до последних лет своей жизни он регулярно приезжал но первоначально пятьдесят пятом году он увидел ног и совершенно влюбился в этот город и он называл много своему любимому городу действительно кто помнит пятидесятые годы это расцвет нашей ресурсационной деятельности связано с замечательными нами реставратором как вскоре так и в новгороде археологов которые и конечно новгород представлял за него огромный день когда увидел пусков мне кажется что у него произошло некоторое смещение так сказать он полюбил пусков больше и бывал здесь гораздо чаще нежели в новгороде поэтому мы имеем вот эти вот фотографии которые вошли как раз в эту книгу и вот это конечно было связано с тем что отец участвовал в экспедиции академии наук ссср по удовлетворению местных домов и никуда он меня взял с собой и вот этот огромный огромный пласт часть незначительная часть которой вошла вот в эту книгу мы сегодня с вами видим но тут еще одна вещь дело в том что когда у меня люди которые обрабатывают фотографии а в общем то надо сказать что появление вообще сегодня этих книг оно конечно обусловлено тем что мы все-таки располагаем совершенно потрясающей изумительной техникой которая позволяет старые фотографии фактически восстанавливать и реставрировать домов виде достаточно высоком полиграфическом качестве вообще наша задача ну в принципе вот издательство я выпускаю только книги свои своих близких друзей и делаем это мы всегда с высоким качеством то есть у нас наша задача не сделать просто книгу а делать именно книгу хорошую дорогую подарочный участок книгу поэтому мы не размениваемся на разные так сказать вот мелкие работы поэтому когда мы найти работу санков нашего теста выяснилось фотографии вообще помните как они хранились они хранились тогда рулочках так свернутой коробочках и конечно они очень сильно страдали например вот я могу сказать такую вещь что помещение где находились эти негативы она горела причем горела под ним и над ним а вот в самом помещении базара не было правда заливали но тогда остались целы я думаю что это определенное какое-то вот туда и конечно они были царапаны они были так сказать достаточно выглядели несовременно поэтому огромная работа была проведена людьми которые восстанавливали эти негатив верня изображения ну и конечно первую очередь это вот то что я говорю это невероятно совершенно о до сих пор мне непонятно как это происходит это техника которая позволяет эти фотографии эти негативы с огромным разрешением переводить в цифровую форму и использовать их для дальнейшей обработки и печати скоб оказался то есть по крайней мере вот москву с москвой был работе скобские негативы требовали очень серьезные проработки но благодаря этому произошло что вот эту книгу выпустили буквально месяц назад потому что мы поставили перед собой такую задачу сказать эту книгу как мы сделали арбат выпустили к новому году москву нашему детству в целых новым годом собрать школу в новом год но тут у нас произошел такой стопор связано вот именно с тем что так как и требовать серьезного серьезной обработки а мы не хотели делать какой-то делать фотографии неудачные и поэтому вот это затянулось мы и так получилось что вот здесь сейчас с вами находимся это время наверное это только оказалось кстати ну вот такая вот ситуация что касается текстового сопроводения это конечно книга не моя это фотография книга моего отца но это такое условное понятие которое я прошу меня простить вот за некоторые лукавца но я хочу здесь сказать вот что когда и до нашего детства речь идет о том что мы собираемся выпускать дальше эти книги поскольку у меня архив достаточно большой то следующее вот это уже точно мы будем делать если будет нормально на нашем мире мы собираемся выпустить ленинград готовить эту книгу возникла такая странная вещь материал оказалось только его хватит на цвет а ответ книги это разделить так это ленинград нашего детства зимний и ленинград нашего детства ленинград у нас есть такой вот маленький логотипчик вы видите вот здесь вот кто-нибудь увидит потом тут написано стоит вот такой вот значок как номер дома вот старинный вот такой вот помните вот душевиной такой вот здесь стоит цифра 2 а поскольку ленинград будет 3 то будет у нас 3 2 1 и 3 2 2 вообще так сказать что всегда составлять книгу очень сложно потому что летние пейзажи одни корреспондируют зимними часто приходится как-то так сказать искать какие-то компромиссы вот когда я готовил арбат на фон детстве играла текстовой части потом мои воспоминания но говорят детские которые я могу так сказать просто изложить достаточно такой легкой форме это не путеводитель конечно это просто рассказ о времени рассказа о том быть и той жизни интересная жизнь была там в старинном особняке гребов который в свое время посещал лев толстой софья андреевна но вот у нас была там назывался квартира коммунальная нас был 9 7 там один сортир был прошло отметить внимание и только холодная вода я вам сказать что это самые были счастливые годы моей жизни как это ни странно потому что да потому что будет все таки это не самое главное в нашей жизни хотя вот это первое вторая книга москва нашего детства в этой книге конечно я тоже мог как что-то написать сам и постарался цветов псков нашего детства мы будем в пскове не было практически были какие-то идеи просить кого-то написать а потом мы решили подойти так мы просто взяли вот моя супруга летянка которая взяла фотоаппарат и пересняла старые газеты того времени подбирая в основном те материалы которые как и оказалось могут быть интересны для современного ждать это что могло быть это то как люди тогда жили как-то достроился год как восстанавливался после войны какие культурные так сказать ценности были что было людям тогда интересно для какая плиотека открылась что ели например даже реклама там печени с рисковой печени вообще интересно на самом деле и об этом интересно тема действий стараются представить в этой книге с рейнградом у нас тоже есть пока я не буду рассказывать какие у нас замыслов и кадра мы даем текстовое сопровождение несколько отличающиеся друг от друга вот этих вот книг ну и какой-то вот такая вот такой рассказ об этой книге и здесь единственное место где эти книги у меня продаются это магазин москва в москве который находится на тверской это не того времени второй второй филиал но там оказалось нам рядом дума и попросили оттуда уйти там не как скотума не корреспондил вот такая вот история но тем не менее вот они там продаются и пользуются как мне представляет достаточно большим и по крайней мере все книги являются бестселлерами по их рангу и москва там будет 20 топ-20 так называемых псковских книжных магазинов она есть псковских книжных она будет нет а потом отсылает поэтому наверное его продаваться в москве москве они уже продаются вот такая вот история связанная с созданием этой книги созданием этой серии я вначале сказал что вначале я оценивал архив который мне достался порядка восьмидесяти тысяч недавно я открыл вот так работа большая поэтому я буду стараться здоровья для того чтобы не оставить вас вот и продолжать работать в этом направлении спасибо спасибо вам большое это букетик летатель она как-то много работала в архиве я хотел бы в вашей библиотеке тоже поднести читателям города меня табусь относительно недавно сам последний на это что вы поможете правда не было но это в основном связано с тем что я вот там мы следуем мы следуем те не которые создают наши историки в том числе и и рассказываем о том что как нам представляется было самое а второе это вот это называется автопеографические послания полковник полковница с лейзингером намеренный живигородского электропоезд по леску по дороге . и в свое время я у вас представлял впервые вот эту книгу который называл день непрекарина а потом у меня вышло где логия они прикрепляют вот они прикрепляют должен сказать что вот это на пикетном типографии вот а это вот смотрите это день непрекаянных это вот второе здание а подвёрстку вторая книга водитель это сказки но восемнадцать плюс вот день непрекаянных это вот вот это только вот в таком варианте это спасибо это очень дорогие подарки спасибо вам большое ну и конечно и конечно книгу а вы держите нет потерпите у меня одна книжечка была которая меня финировали премии лихачёва лихачёва обручал ее мне тогдашний министр культуры абдеев и и и вот мне такой что-то хорошее тоже вот так ручку держит что-то нехорошее говорит а я плохо слышали а вы старенький вот с вами одинаково не брит и он смеялся подбирать материалы для техники то я хочу сказать что в этой книге есть уникальный материал он посвящен памятник горис калиха никто из вас не видел эти фотографии я вас уверяю и рассказ об истории этого памятника от первого лица то есть поскольку владимир саныч от начала создания этого памятника и с самим скульптором в прекрасных отношениях и семьями они дружили у нас сейчас в замолве в нашем историко-культурном центре есть макет этого памятника он был подарен семье потрясок поэтому здесь вот последняя глава она как раз посвящена этому памятнику она так и называется что еще хочу сказать вот вы будете читать текст и вы знаете после первого прочтения во первых я подбирала материал еще видео ряд и после того как же я посмотрела уже книгу и прочла материал мне показалось что маловато изображение города и людей машин людей и есть некоторый такой диссонанс потому что понимаете изображение машины людей передает время мы сейчас это понимаем иногда делают съемки и думаю вы скорее бы он отошел вот я сниму допустим какой-то объект а он же тоже представляет время одежды и как он выглядит понимаете по этой фотографии можно определить когда сделан снимок вот здесь не очень много таких фотографий с людьми с какими-то другими объектами но и достаточно много большей степени конечно это парень и архитектуру и когда вы будете стать эту книгу ее можно считать сначала с конца середины вот они маленькие эти отрывки это и кинотеатр победа и там музыкальный коллектив который там и кто в этом коллективе принимал участие понимаете здесь живые фамилии здесь люди живые в этой книге самое интересное что потрясла по потряс вернее случай в автобусе и я тоже его решила сюда вставить непременно оказывается гражданин псковского района василий кузнин наверняка если он жив он себя узнает ехал в автобусе из пскова в печоры выходя из автобуса он думать забыл про свой чемодан кондуктора автобуса галина прихватилова сдала забытый чемодан в камеру хранения автобусной станции вскоре за ним явился и рассеянный пассажир но здесь и рассказ о библиотеках здесь рассказ о магазинах интересная информация о том как расширялась наша гостиница октябрьская например и что появились четыре номера в которых можно было разместить 60 гостей представьте разделить из 60 на 4 это это было большое счастье разместиться в такой огромный номере но побывать в обсловии жить в гостинице я думаю что и фотографии которые вы будете смотреть наверняка они будут вызывать у вас некоторые такие чувства вы будете вспоминать о том прошлом своем о том городе потому что но я не могу сказать что я молодой человек но глядя на эти фотографии я вспоминаю свое детство потому что она прошла мне как раз вот в окрестностях псковы и мячей башни улице труда и сегодня проезжая по улице я вижу что-то думать о том я родилась это двухэтажный его вот скоро снесут потому что все уже приготовил приготовленных сносов есть конечно такая печальная грусть об этом времени и о том что этого как готов же не будет но тем не менее это все останется в этих фотографиях и хочу поблагодарить возьмите что он сохраняет этот архив потому что я знаю что многие берут эти пленки ну что с ними делать сегодня мокрая печати как таковая отсутствует во всех отдавая фотографии свои во все эти фирмы нам печатают компьютерную печать у нас у нас нет мокрой печати практически даже сегодня приходя фотографию вам не сделают фотоснимок прошлого но нет у нас нет такой фотографии во вскоре что можно это было сделать и еще хочу сказать чем отличаются те фотографии которые книги наверно они отличаются от авторских фотографий потому что когда по фотограф делает фотографию он пользуется различными приемами затемняя засветляя выделяя какой-то акцент делая на чем-то в этой фотографии здесь отсканированные негативы то есть здесь целиком негатив идет отсканированное и обработанное правильно фактически полностью современной технологии можно фактически имитировать действие в общем-то да то конечно авторская печать это первое тело детского рюкс это так что можно фук стерьерным аппарата а в основном работа начинается в процессе получения и но вот у меня огромное количество авторских которые я естественно сохраняю я их не продаю я их никому не отдаю но вот они есть и я когда идет работа вот над такими книгами то они конечно люди которые занимаются этой обработкой они и стараются я хочу поблагодарить вот псковичей наверное скажу обидовчик директор псковской областной типографии который сделал предложил вернее Владимир Александрович сделать книгу тысячи столетий псков обаяния псков и и есть он который подготовил правил удивительно такую теплую выставку в рамках своего фестиваля по-моему это был тринадцатый год да я по-моему тринадцатый год и вот после после этой выставки после открытия выставки мы стояли и эта музыка такая еще знаете слезу пробивает и все смотрят на эти фотографии такая ностальгия вот так что ностальгируйте наслаждайтесь читайте созерцайте надеюсь что вам книга я тоже хочу поблагодарить я вот когда писала пресс я нашла статью Алексея Семенова вот вообще поблагодарить хочу псковскую губерну и Рева Марковича вот за то что все-таки есть какие-то культурные страницы в газете вот для людей взрослых которые компьютером не владеют или чем-то все-таки вот есть такое обращение к массовому человеку а то мы так сказать поностальгировали где-то в своем кругу так нам хорошо мы все знаем и главное что мы здесь родились и нам прекрасно а газета это все-таки так сказать овладевает массами и это главное мне так понравилось и вот Алексей написал так смотришь на эти фотографии и кажется что видишь то что было до нашей эры фанерный макет будущего памятника Александру Невскому в натуральную величину речные лодки их отражения раболовецкие суда нехитрое хозяйство живые эмоции поток кос на деревенской улице подъемный кран возле строящегося главного корпуса пед института это словно по странице из старых книг каверинских тыняновских особый случай запечатленные на фотографиях они все куда-то устремлены они движутся и это скорее не тело движения а движение мысли и души вот это атмосферность книги там уже очень много не только памятников не только плач по памятникам Арбат конечно это щемящая душу книга и это плач вообще когда я смотрел мне кажется это ваш плач по старому Арбату а Псков он такой уже вот не только храмы но вот эти люди вот эти рыбаки вот эти женщины которые гребут по Псковскому озеру вообще навстречу Вету это что ты понимаешь что в общем псковече стал не тот иначе мы так не жили нет ну вы знаете вот хорошо сказать там-то когда была выставка от отца вот это Эпид Арбата там была большая была пресса по тем временам еще тогда как-то просто ценилась и еще доявлялась в таких вещах и там был из коммерсанта один журналист назвал как-то «Плачь собаке площадке» да ну там там собачьи да площадка там да но я должен сказать что касается Арбата в Абхеи Москвы тут очень интересная вещь знаете вот отец пожалуй относился к Москве и к Арбату примерно так же как относится к жене вы знаете вот она есть рядом с вами и слава богу понимаете вы ее не замечаете вы ее так сказать она есть она куда надеется понимаете а вот когда она уходит тут вот начинается вот так сказать вот эта вот работа собственно начал он вот активно снимать все это дело когда вот уже все поняли что вот близок близок снос всего этого дела и там с Москвой а вот когда он приезжал скажем Ленинград Новгород Владимир Суздаль то есть вот я говорю что у меня еще впереди достаточно большой блок который я собираюсь сделать в этой серии вот там уже работал именно как фотограф как вот который любил снимать умел снимать и вот поэтому тут немножко такой другой как вот правильно совершенно заметили как мне представляется вот это ну это очень веселая книга Псков нашего детства вот очень это оптимистая в кавычках название оптимисты 59-60 год там там просто прекрасно и Псковская правда дополняет она поддерживает квартиру новый год справляем так все вместе вокруг елки там все движется и это было прекрасное время наверное вот у нас же есть люди которые жили в это время им кажется что это было все прекрасно это так и было наверное ну понимаете как потом привыкнут к современному всему конечно я не говорю а понимаете как у нас в советское время мрачные времена диспатизма у нас вот эти вот так сказать оказывается когда нужно другую историю оказывается что они были не совсем мрачные там или вот например я помню как мы читали про нее наших газетах там во-первых стреляют кто куда и во что и вообще а люди несчастные ходят с обычным там завтра не оказывается без работы и вот это вот я помню пионерская зорька вот это утром мне оказалось в нью-йорке смотрю там люди улыбаются только знаете так веселые какие-то за руки держатся ну это конечно такая определенная и дно и поэтому конечно вот оптимизм который был излагался тогда в этих газетах он тоже был условным потому что конечно это но вспомним эти времена вы будете живут после военных практически сколько там 15 лет после войны для пскова который псковская земля которая подвергалась военным действиям более чем все остальные регионы страны вместе взяты так что тут конечно есть такое я бы сказал наигранное может быть в ответ не верят на 90 процентов вот я нашла там такое у нас есть издание псков и там значит эльза штольца которая собственно восстановила все эти гражданские здания по октябрьскому или притарскому проспекту и вот она тоже пишет что да все было хорошо но добиться дом с эркером нужно было очень долго писать в москву огромные письма там и так далее но они так сказать добивались и вот вы знаете я с оптимизмом вообще не режу в будущее потому что вот например я могу сказать такую вещь вот у нас например наш историко-культурный центр Самолва находится как вы наверное догадываетесь Самолвы и вот туда идет дорога от трассы к дольку повертка так называемой полезной так вот эта повертка она всегда людей сразу загонял трасс потому что там асфальт был такой ревиктовый асфальт копаться в земле то его можно было обнаружить вот вы будете удивляться буквально последнюю неделю нам уже положили там пять или шесть километров асфальта так что за агрессивное будущее что можно в ближайшие 10-20 лет где-то Самолвы дал асфальт если есть какие-то вопросы задавайте а так мы плавно переходим к авторовсессии я так понимаю что многие приобрели книгу а и к легкому к легкому ну и да да за мной не ряда города Пскова и Владимира Александровича какие-то вопросы может быть А вы Лев Марковичу ничего не хотите сказать, но будем втайне рассматривать дорожку к восьмой школе, понимаете? В белом солнце в пустыне вопросы есть, вопросов нет. А вот здесь, вы знаете, фамилия одного человека – Александр Шмидт. Это просто кто-то… Если вы снимете суперотложку, я просто удивляюсь, как эта книжка оказалась у вас, потому что эта книга, суперотложка, была сделана специально по заказу вот этого самого человека. Да. И вышло всего 100 штук вот этих вот книжек, суперотложек. Как она у вас сказала, так не означает. Вот уж пятьсоток, да. Она уникальна. И суперотложка. А, супер, да. Человек дает новую работу, свои друзьям к нам и… Так что тут надо нам с вами уже поговорить, как вы сумели получить от него подарить эту книгу. А вот это учредитель, да? Каким образом вы оказались самым близким человеком? Я не знаю. Конечно, нет. Ну, вот такой вопрос можно? Вот, например, я помню, что вы неравнодушны к фотографии. То есть отцовское хобби, отцовская страсть, она как на вас отразилась? Вы фотографируете, я имею в виду, можете… «Хотите честно». Да, конечно. Знаете, как это… «Хотите честно». Никто не сказал ни разу не «хочу». Все говорят «хочу». В общем, отец пытался у меня вот эти фотографии. Причем, маму, говорю, он в Уфею самым фотографировал, а получил, но поскольку он очень волновался, что я начну использовать его вот эти фотоматериалы, фотоаппаратуры и так далее, которые он очень радовал, ценил, считал предмет москлюпитно-индивидуального пользования, не очень скрипно в существенной фотографии. Но я не могу сказать, что я не умею фотографировать, я никогда не фотографирую. У меня была единственная моя выставка, которую я считаю удачной, она звалась «Три мира». Это у меня фотография Москва, Кравск, и я им подал, какие-то гротесные… Ну, это совершенно репортерская работа, которую я не считаю художественным произведением, хотя, может быть, там были какие-то отдельные, удачные варианты. А, в принципе, я не фотографирую, я не выпускал. У меня довольно долго приходит работа в журналистике, я работал в литературной газете, работал в журнале «Оганёк», работал, что долгое время выдастся журнал «Наш Наследие», и всегда я единственная служба с фотокорреспондентом. Слава Богу, с фотокорреспондентом мне всегда весло. И каждый раз я… Замекательно наш фотокорреспондент Петрухин, уникальный фотокорреспондент, потрясающе. Вот. Я помню, мы с ним ездили, работаем в Пушкинских горах, я прибегаю, говорю, «Слушай, Серёж, я там вот видел там зимой, вот такой вот замечательный год, такой…» Я всегда смотрел, говорю, «Позор». Я говорю, «Тебя не уйдет, пошли садить». На этом море, так сказать, его обухение на коне. А вообще, действительно, вот это… Это видение, это вот… того, что… Я не умею. Но я умею… И это сделаю только я, я никому это не доверяю, я умею их переводить в цифровую форму. Потому что сканирование фотографий, именно художество сканирование фотографий, как я не говорила, это процесс, который познаётся только искрепительно, как говорится, достигается упражнение. Другого способа нет. Это очень трудоёмкий, очень сложный процесс, который невозможно совершенно описать. Его надо… Это вот я могу делать. Но это, конечно, никакого отношения к фотографии не имеет. Это чистый человек. Спасибо. Спасибо.